Всем привет, CJ здесь, представляю вам финальный эпизод серии «Как играть в Зов Ктулху». После того, как мы изучили все игровые механики, мы наконец-то достигли точки, где мы можем поговорить о том, как вести Зов Ктулху в роли гейммастера. Или хранителя тайных знаний, если использовать игровые термины. Я начну с определенного образа мышления, который вы должны привнести в игру. Затем я расскажу о ведении сценариев. И закончу моими личными подсказками и уловками, когда мы достигнем финала приключения наших бесстрашных сыщиков. Итак, вы готовы открыть ящик Пандоры под названием «Мастерство ведения Зов Ктулху»? Ну, готовы или нет, мы сделаем это! Переведено и озвучено специально для канала Герои Мета Гейминга Первым делом, позвольте мне начать с горькой пилюли. Немногие люди знают, что такое Зов Ктулху. Да, игра популярна в Восточной Азии. Почитаема в некоторых частях Европы. Но не о том речь. Если вы собираетесь провести игру, существует вероятность, что большинство из ваших игроков ничего не знают о ней. И толком не знают, чего ожидать. Вот где вступаете вы. Определение ожиданий — это очень важная часть работы хранителя. Особенно для новых игроков, которые не знают, чего ожидать. Когда вашего персонажа потрошит мифическая тварь, а ваши парализованные друзья беспомощно борются с их собственным адом в виде изнуряющего безумия, это одним словом, на любителя. У большинства обычно такое не стоит в топе развлечений. «О да, я открыт, вы тоже, что я люблю». Обычно. Поэтому вы, как хранитель, должны помочь вашим игрокам освоиться. Справедливости ради, есть бесчисленное количество способов наслаждаться игрой в Зов Ктулху. Но традиционно есть два различных вида игры. Короткие сессии и кампейны. Первые довольно брутальные, потому что обычно их используют, чтобы познакомить новых игроков с игрой, или для групп, которые не могут регулярно собираться, чтобы поддерживать кампейн. Они обычно довольно смертоносны, потому что хранитель хочет вытащить все эмоции и драму за один короткий сценарий. Поэтому в таких играх зачастую используют уже готовых персонажей. Проблема здесь в том, что новые игроки не понимают смысла смертоносности. За что меня наказывают? Почему меня убили за хороший отыгрыш персонажа? Вот где вам, хранителю, необходимо перефразировать их в смерти. Все внимание переключается на них, когда они становятся целью мифических монстров. Они счастливчики, потому что могут умереть захватывающей смертью. И все за столом запомнят это. Кампейны, с другой стороны, обычно менее смертоносны. Но в целом, все зависит от хранителя. Убийства персонажей, с которыми ваши игроки еще не сжились, могут пройти незамеченными. В этом нет смысла. Поэтому дайте этому драматичному моменту побродить, пока он не превратится в полноценное вино, а после откройте, и пусть взорвется чудесным фонтаном эмоций. К слову, если ваша цель только убийства персонажей, игра может стать скучной и предсказуемой. Кроме того, это зов ктулху. Тут есть множество инструментов, которые помогут вам быть креативнее в издевательствах. Так или иначе, я расскажу о подходящих моментах для убийства персонажей позже. Так что ожидайте. Теперь перейдем к сценариям. В Зове ктулху сценарии часто очень удобно написаны, как короткие рассказы. Их интересно читать, особенно новые. В них куча предыстории, информация об истории места происшествия, информация о вражеских организациях и группировках, целей и мотивации NPC и так далее. Парадоксально, но их преимущества могут стать недостатком для новых хранителей. Приходится довольно много читать, чтобы понять, о чем, собственно, весь сценарий. Многие, если не большинство сценариев, являются песочницами. Поэтому порядок происшествий и встреч может зависеть от действий игроков. И хранитель должен все это держать под контролем. Это также может быть проблемой для новых игроков или игроков, которые больше привыкли к зачистке подземелий. Некоторые группы, даже состоящие из взрослых, не имеют достаточной социальной координации и навыков, чтобы вести групповое расследование. Так что, обычно на плечи хранителя падает ответственность направлять это расследование. Да, читать придется много, но вполне нормально и просто бегло просмотреть сценарий, запомнив только ключевые моменты. Вот вам подсказка. Если вы хотите выделить самые важные участки истории, вы можете сразу же отправиться в конец сценария и прочитать раздел «Заключение». Некоторые действия в истории приносят игрокам пункты рассудка или отнимают их. Так вы сразу сможете понять, какие моменты самые важные. Не пытайтесь использовать всю данную информацию, потому что это может запороть вам игру. Сыщики и загадочность более важны, нежели детали. Также, когда в сценарии много неигровых персонажей, хорошая идея будет сконцентрироваться на одном или двух. Пара хорошо продуманных NPC гораздо интереснее, чем полсотни одинаковых. Но в итоге вам решать, на каком NPC концентрироваться. Потому что обычно про большинство из них дана куча информации. Помните, вы приобрели эти продукты, заставьте их работать на вас, а не наоборот. Окей, давайте перейдем к подсказкам и уловкам введения игры. Чтобы иллюстрировать суть, я вернусь к истории. Из-за внезапной смерти Финиаса, Розалин предложила Люсиле отправиться в убежище культистов, обещая оживить его. Все это время Розалин работала на культистов. Но у нее были на то причины. Тайные роли – обычное явление в Зове Ктулху. Они не всегда прописаны в сценарии, но могут стать веселым дополнением. Однако, плохо продуманная роль потенциально может разрушить кампейн, так как честные сыщики никогда больше не будут работать с предателем. Так что, по возможности, оттягивайте момент раскрытия тайны личности до конца кампейна, чтобы вы могли закончить его на высокой ноте. Или, возможно, вы сможете сделать предателя не таким вредоносным для группы. Розалин, например, было обещано, что ее мужа воскресят, если она приведет Люсиль в убежище культистов. Зная это, она выполнила свою часть сделки. Розалин требует, чтобы лидер культа исполнил свое обещание. Вернул ее мужа и не трогал остальных. Лидер культа смеется. Он говорит, что ее мужа вернуть несложно. И снимает маску. Открывая гротескную, безобразную, богохульную для человека форму, едва различимое человеческое лицо, которое Розалин когда-то любила. И затем накатившее осознание происходящего, подставляет под удар ее рациональность. Теперь судьба твоих жалких друзей. Что бы он ей не сказал, написано на этой раздаточной записке. В Зовик Тулху очень часто используется раздаточный материал. Иногда это записки или улики, используемые для передачи тайной информации. Игроки могут почувствовать себя особенными, когда получают раздаточный материал от хранителя. Но он может также и отвлечь их. Особенно если игроку надо сконцентрироваться на записке и читать посреди игры. Поэтому необходимо практиковаться, чтобы умело использовать раздаточный материал. Если все сыщики вместе в одно и то же время, вы можете просто пересказать записку и отдать ее им на перерыве или когда группа разделится. Выдача раздаточного материала это отличный способ закончить сцену разделения группы. Пока одним есть чем заняться, вы работаете с другими сыщиками. Тем временем в другой части убежища Скотта и Люсиле разделили. Но до того, как его впихнули в камеру, я попросил игрока сделать проверку внимания. В Зовик Тулху хранитель часто просит делать проверки навыков. Обычно это делается, чтобы узнать, найдет ли сыщик какие-нибудь дополнительные улики. По-хорошему, вам не нужно, чтобы ваши игроки пропускали важные улики. Особенно, если не хотите, чтобы игра закончилась преждевременно. Даже если бы Скотт провалил бросок, он все равно бы увидел в доке лодку без присмотра. Возможность сбежать. Но так как он преуспел, он также видит, где культисты хранят ключи. В ритуальной комнате Люсиль крепко держит культисты-прислужники. Лидер культа говорит ей, что все, что ей нужно сделать, чтобы вернуть ее дядю, это спеть особый гимн. «И все?» – скептически спрашивает Люсиль. «Звучит как-то слишком уж просто. Что если я не хочу?» Лидер культа смеется. Он уверяет ее, что так или иначе, но хозяин мертвого города кошмаров проснется. Они просто ускоряют неизбежное. Чтобы они могли стать свидетелями этого момента. Сопротивляться бесполезно. Только сейчас Розалин отошла от шока осознания правды. Любовь всей ее жизни больше не тот, кем был раньше. Она должна рассказать остальной части группы, что узнала. На кону стоит нечто большее, чем их жизни. Хороший хранитель знает, когда выдавать информацию. У Розалин есть важная информация для остальных. Но я запретил игроку говорить об этом, пока она до них не доберется. В некоторых случаях я не позволю игроку смотреть на раздаточный материал до тех пор, пока он не доберется до всей группы. Чтобы добраться до остальных сыщиков, Розалин решает замаскироваться под культиста. Но пока проверку маскировки ей делать не нужно. Очевидно, что сыщик сделает все возможное, чтобы лучше замаскировать себя. Но независимо от эффективности маскировки, только при встрече с противником будет понятен результат. Я назвал эту технику «Проверка навыка с задержкой». Игрок сделает проверку навыка только в самый критичный момент. Эта техника поможет держать напряжение. Вместо того, чтобы позволить игроку чувствовать себя в безопасности, как если бы они сделали проверку до воплощения плана. Сделав то, что должна, Розалин освобождает Скотта из камеры и говорит ему, что все, что ей обещали культисты – ложь. Мертвого нельзя воскресить, и им нужно найти способ выбраться отсюда. Скотт рассказывает ей про неохраняемую лодку и что может вытащить их отсюда. Все, что им нужно – это спасти Люсиль. «Но как?» – спрашивает Скотт Розалин. Розалин врывается в ритуальную комнату с автоматом наперевес, окрашивая все, что она видит, холодными всплесками выстрелов. Множество неудачных культистов было убито, но некоторые смогли уползти в укрытие. Скотт воспользовался моментом и схватил Люсиль, которая все еще частично в трансе. Но до того, как они добежали до лодки, Люсиль отстранилась от Скотта. Нет, она не может уйти сейчас. Только не после того ужаса, что перед ней открылся. Только она может это остановить. Культисты не могут ей навредить, поэтому ее шансы на успех велики. Она говорит Скотту бежать и забыть о ней. «Не сомневайся и береги себя», – шепчет она перед тем, как убежать обратно в ритуальную комнату. Теперь самое время поговорить о смерти персонажей. Или, по крайней мере, о попытках их убить. Вот показательный график. Обычно убийство персонажей на раннем этапе – нормальное дело. Это может быть немного жестоко, но игроки на этом этапе еще не сильно сжились с персонажами. И персонаж, скорее всего, еще не успел оказать важного влияния на кампейн. Поэтому, в принципе, приемлемо их убивать. Другая хорошая точка – во время арки персонажей. Если во время убийства внимание приковано к ним, получается хороший трагический эффект. Один из худших моментов для гибели персонажей – это перед самой кульминацией кампейна. Вводить нового персонажа в этот момент – такой себе ход, потому что просто недостаточно времени, чтобы продумать и раскрыть персонажа, и будет ощущаться нелепо, если новый персонаж внезапно просто присоединится к завершению кампейна. Смерть Финиаса, например, как раз такой пример. Но игрок не смог прийти на несколько последних сессий, поэтому мне пришлось обрубить концы. Один из способов избежать такого – создать запасных сыщиков во время кампейна. Чтобы всегда была возможность заменить кого-то, не сбиваясь с истории. Финал, конечно, самое лучшее время для смерти персонажей. Но тупо бросать их все время в опасной ситуации – просто некрасиво. Иногда я делаю совершенно противоположное. Например, я сказал игроку Скотта, что если он решит уйти сейчас, то не будет абсолютно никаких последствий. Он спокойно сбежит и, возможно, потеряет лишь немного рассудка. И все. Все, что ему нужно – это просто уйти. Я обычно помогаю моим игрокам продумать их персонажей и решаю, как их раскрыть в истории. В этой ситуации Скотт понимает, что побег гарантирует его истории хороший конец. Да, но выживание все равно переоценено. В то же время в ритуальной комнате культисты сумели справиться с Люсиль. Очевидно, что она не может сражаться с ними одна. Но кавалерия уже в пути. Скотт направляет лодку в Иский канал пещеры. Врезается в ритуальную комнату и скользит в сторону культистов. Моряки. В зови к Тулху они как оружие массового поражения. Культисты-прислужники разбегаются, но когда лидер культа пытается уйти, его ноги не двигаются с места. Его держит Розалин, которая пришла в сознание. Для него уже слишком поздно. Чудовищное столкновение разрывает воздух звуками искореженного металла, похожими на предсмертные крики инопланетного древнего бога. Среди обломков Люсиль находит Скотта. Удар от столкновения сбросил его с палубы. И его судьба предрешена. Так много вещей он бы хотел сказать ей сейчас, но у него остались силы только чтобы сказать «С днем рождения!» Затем холодный зловещий смех нарушает горе Люсиль. Он говорит, что если она думает, что убив его, она остановит приход его хозяина, тогда она сильно ошибается. Его приход всего лишь вопрос времени. Однажды он будет разбужен кем-то более подходящим для этой роли. Благословленным Детем Матери Гидры, которая была украдена, не ведущим, что он делает глупцом. И в момент, когда она достигнет зрелости, Инсмутская Кровь возьмет свое, и она станет той, кто прервет сон к Тулху. Во вселенском плане он просто пешка, пытающийся заполучить крупицу славы, ускоряя неизбежное. Это ее прошлое, ее предыстория, все, в чем она была так уверена, и очевидно, ее судьба стать тем, с чем она боролась всю свою жизнь. Ну что ж, ответ прост, говорит она. Знаете, зов к Тулху зачастую бывает сложной игрой. Игроков часто помещают в безвыигрышные ситуации. Такова природа лавкрафтовских ужасов. Бросать нас на милость древним богам с инопланетным разумом. Но сложность ради сложности, очевидно, бессмысленна. Я ставлю игроков в безвыигрышные ситуации, чтобы помочь им раскрыть характер их сыщиков. Это как симуляция Кабая Симару в Стартреке. Для тех, кто не знаком с лором Стартрека, Кабая Симару — это тренировочный тест Звездного флота, который ставит курсантов в безвыигрышное положение, чтобы можно было наблюдать их поступки в стрессовой ситуации. И это момент, когда ты либо развалишься, либо воссияешь. В любом случае, результат будет интересным. Нет, Люсиль меняет свое решение. Скотт и Розалин спасли ее ценой собственных жизней. Она не собирается позволить их жертве пропасть зря. Ее враг — это она же в будущем. Так что кто, как не она, знает больше о своих слабостях. Так что она потратит свои оставшиеся осознанные годы, расставляя ловушки, организовывая и собирая ресурсы, чтобы превратить тебя в будущем в достойную личность. Ее проклятое будущее станет основой для разрушения сети культа раз и навсегда. Она разрушит их изнутри с помощью новых сыщиков. Годы спустя заголовки газеты повестят, что наследница пищевой империи Хан загадочно пропала после посещения знаменитого гипнотизера. Знаете, что всегда смущало меня в истории о ящике Пандоры? Почему надежда была найдена на дне ящика, который должен был содержать все зло мира? Подумав над этим, я понял, что это на самом деле имеет смысл. Надежда — это наилучшая приправа для зла. Космический ужас — это непостижимая мощь потустороннего заговора, которая неизбежно сокрушит человечество. По канонам Лавкрафта, мы, люди, всегда проигрываем. Перед лицом такого вида безнадежности, единственное разумное решение — это побег. По совпадению, в Зове к Тулху новые игроки только и делают, что убегают, и это часто повторяющаяся проблема. Но уклонение от ответственности и опасности не делает приключения веселым. Такие расследования обычно не длятся дольше пары сессий. Однако, если вы посеете зерно надежды и заставите ваших игроков думать, что каким-то образом они смогут все же победить, тогда они будут, улыбаясь, бежать к мяснику. Хорошо, вот и конец серии «Как играть в Зов к Тулху». В течение этой серии было проделано немало тяжелой работы, но я правда доволен тем, во что оно вылилось. Хотел бы я, чтобы такие серии существовали, когда я сам учился играть. Ну, по крайней мере, они теперь есть у вас. К слову, если хотите помочь каналу, вы можете сделать это, поделившись этим видео с друзьями, подписавшись на канал, а также поставив лайк и подписавшись на наш бусте по ссылке в описании. И последнее. Идите уже и поиграйте, наконец, в эту игру. Я же не просто так делал эти видео. С вами был СиДжей. До скорого. Переведено и озвучено специально для канала Герои Мета-Гейминга.